Эта картина была привезена из Норвегии с аукциона. Ее купил один русский коллекционер в свою коллекцию. И вот он ее сдал на экспертизу, как проверить соответственно, там указан 1917 год, потому что на экспертизу соответствует ли она этому времени, все ли с ней хорошо, не поделку ли он купил. Ну, скорее всего, это не поделка, потому что она выглядит вполне благополучно. Ну, в любом случае, все надо проверить. Это такой художник, фамилия Крон. Он родом из Норвегии, но он учился в России, и он участник «Бубнового лета». То есть он художник такой в России не очень известный, потому что после революции он сразу же уехал к себе на родину, и благодаря этому, видимо, не особенно пострадал там ничего. Но вообще он такой полноценный участник русской художественной жизни начала XX века. Это поддельная работа, художница, которая работала под псевдонимом Марьевна, вот такая русская эмигрантка. Она такая довольно известная художница. Эта работа была куплена на французском аукционе. Мы ее исследовали, пришли к выводу, что это подделка. Но самое забавное, то, что когда мы сделали рентгенограмму, вот этот рентгенограмм с этой работой, мы обнаружили очень любопытную вещь. Обнаружили то, что работа выполнена на разрезанном плакате. Вот вы видите вот эти вот буквы. По этим буквам мы помним, что это был плакат «Мир, труд, май». Это, кстати, стало одним из тоже признаков, что вещь поддельная, потому что художница эмигрировала, и, ну, конечно, где-то найти. Она жила, по-моему, в Англии. Вот эта работа протядует на тот период, когда она жила в Англии. И рисовать в Англии картину на разрезанном плакате «Мир, труд, май» будет как-то довольно абсурдно. Это такой самый забавный случай из нашей практики. Продолжение следует...